Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о первом, самом первом названии Россия. Потому что оказывается, что название Россия само по себе очень новое, относительно совершенно не древнее. И в кириллической записи слово, похожее по звучанию, но даже не по написанию, на Россию, а именно Русия, через греческую букву, было впервые применено в Греции только в 1387 году по отношению к титулу киевского митрополита. И звучал этот титул в кирилличном написании, как «Митрополит Киевский и всея Русия». И отмечу, никакой России в ее современном значении это слово не имело совершенно никакого отношения. Греки просто называли Малой Русью настоящую Русь, точно так же, как Грецию, Малую называли настоящую Грецию. А Великой, соответственно, все колонизованные земли. И они хотели подтвердить таким титулом, что митрополит Киевский имел все права и на одну Русь, и, собственно говоря, на колонизированные ее земли. И то есть митрополит, находясь в Византии, использовал вот это написание для обозначения Руси. И ни в коем случае не Московия и не Залезия. То есть в реальности слово «Россия» еще гораздо позже образовалось. И я напомню, что следует сказать, что можно попробовать для россиян современных произнести это слово «Киевский» из титула митрополита Киприана 1387 года. И это похлеще будет, наверное, поляны идти. И, кстати говоря, этого митрополита московский князь Дмитрий Донской изгонял из Москвы из-за его сотрудничества с киевскими и литовскими князьями. Напомню, что слово «Украина» впервые появляется в летописях на два века, ровно на два века раньше, в 1187 году. Но были и более ранние названия той территории, в частности «Залесье». В то же время я не могу его признать местным, потому что кто назовет себя «Залесьем»? То есть это явно украинское, то есть киевское название тех далеких территорий. То есть местные его явно не могли, ну скажем, назвать себя «Залесьем», потому что это выглядело бы очень странно. Потому что люди, как правило, этноцентричные и ставят себя в центр, а не куда-то относят «Залеса». Таким образом, каким было название местное? Местное название территории России, ну и, собственно говоря, ядра и самой России, самое раннее, которое мы можем сказать. Мы можем сказать о Геродоте, например, что он называл территорию современного Залесья, территорию современной России, к северо-востоку, от Скифии, страной андрофагов, то есть людоедов. Ну я думаю, что даже эти людоеды вряд ли себя таким словом называли, тем более греческим. То есть не подходит нам это название, как местное. Есть реконструкция, реконструкция ученых, которые изучают Мерю, то есть то племя, на основе которого было создано Владимира Суздальское княжество, которое фактически в границах этой Мери было создано. И они говорят, что первым названием России была Меря-Маа, то есть страна Мери. Маа это, как известно, на финно-угорских наречиях, языках, значит земля. И вы видите эту параллель, например, в Кострома, в Сааре-Маа и в других названиях, в которых Маа значит земля. Но Мерю мы можем идентифицировать как племя по летописям и по письменным упоминаниям, но конкретного упоминания страны, как Меря-Маа, нет. Это просто современная реконструкция. В лучшем случае это реконструкция там с 16-го, более поздних веков. Поэтому остается что? В истории всегда самое главное факты. И вот факты говорят, что первым местным названием, которое было записано на территории современной России, Залесье, то есть ядра России, было название Моксель. Моксель. У нас даже один в Украине литератор, Белинский, такой очень известный популяризатор, талантливый человек написал такую специальную книжку «Страна Моксель». Таким образом, что же это за Моксель? И я хотел бы сказать, что есть очень мало источников по этому поводу, но я их сейчас очень кратко и четко процитирую. Таким образом, Гийом де Рубрук, посланник французского короля Луи IX к монголам, называется «Отчет брата Вильгельма Рубрука о его поездке к Востоку в восточные страны в годах 1253 до 1255». И вот что он пишет. «На севере есть огромные леса, в которых живут два человеческих рода, а именно, не имеющие никакого закона Моксель, чистые язычники. Городов у них нет, а живут в маленьких домиках в лесах. Их владетель и большая часть людей были убиты в Германии. Татары вели их вместе с собой для вторжения в Германию, и Моксель благосклонно относится к германцам, потому что надеются, что с их помощью освободятся от рабства татар. Если к этой Мокселе прибудет купец, то тот, у кого он впервые остановится, должен заботиться о госте все время, пока тот будет желать пробыть в их стране. Если кто спит с женой другого, тот не сокрушается от этого, если он не увидит своими глазами. Поэтому они не ревнивы». То есть очень краткое такое сообщение, из которого мы понимаем, что мы жили в деревнях, в лесах. Это Моксель, что монголы их использовали в своих отрядах в походе на Европу. Ну и какие-то там, скажем так, этнографические сообщения о межполовых отношениях. Другой источник, тоже XIII век. Роджер Бекон, английский философ, великое произведение. 1266-68. Более отдаленный к северу народ, живущий сразу за рекой Танаис, дом, называется Моксель. Он подчиняется татарам. И они язычники, живущие совсем без закона. Городов у них нет, но есть хижины в лесах. Властелин их и большинство населения были убиты в Польше поляками, алиманами, то есть немцами, и богемами, то есть чехами. Ведь татары увелили их на войну с поляками. А они во многом поддерживают поляков и алиманов. Они это Моксель имеется в виду, потому что надеются освободиться с их помощью от татарского рабства. За Мокселью на востоке живет какой-то народ, именуемый Мордвой, зависимый от татар. Но они сарацины, живущие по закону Магомета. И есть еще одно очень интересное сообщение, тоже с 13 века, венгерского монаха Юлиана. Вот чем интересен рубрик Юлиан, тем, что они очевидцы, они сами путешествовали и сами видели. И вот Юлиан, он должен был найти Великую Венгрию, чтобы обратить ее в христианство, потому что он хотел принести учение Христа своим дальним родственникам. Потому что венгры понимали, что они вышли из Урала, с Южного Урала приблизительно, с тех степей. И они хотели вернуться, посмотреть на тех венгров, которые остались на месте. И, соответственно, просветить их христовым учением. И вот он проделал очень длинный путь через Константинополь, Тмутаракань, Волжскую Булгарию. И нашел там венгров. И вот узнав, что я венгр, немало радовались моему прибытию, водили меня кругом по домам и селениям, старательно расспрашивали о королей, королевстве, братьев, своих христиан. И все, что только хотели изложить им о вере, они весьма внимательно слушали, так как язык у них совершенно венгерский. И они меня понимали, и я их. И далее вот этот Юлиан констатирует факт, ну, скажем, он просто записывает то, что они язычники, эти венгры. Не имеют никакого понятия о боге, но не почитают и идолов, а живут как звери. И далее он продолжает. О преданиях древних они знают, что те венгры, которые ушли в Европу, произошли от них, но не знают, где о них. Но эта венгра, очевидно, еще не Моксель. Потому что, описывая возвращение из Великой Венгрии, вот он пишет о царстве Мордванов. То есть, это тоже, может быть, не совсем Моксель, но рядышком. И вот он отмечает следующее. Все Мордваны язычники настолько жестокие люди, что у них тот человек, кто не убил многих людей, ни за что не считается. И когда кто-либо идет по дороге, то перед ним несут головы всех убитых им людей. И чем больше голов перед ним несут, тем выше он ценится. И следует также учесть, что вот этот монах, венгерский Юлиан, упоминает в своем письме о Володимыру Суздальском княжестве. То есть, в Залесии, вот этом княжестве на мирянской основе, которое там возникло. И он называет его Ландемерией. То есть, от Володимира Ландемерией. И в частности, он пишет, что вот эти Мордваны, узнав от своих пророков, что им предстоит стать христианами, послали к князю Ландемерии, чтобы он послал к ним священника осветить их. И, мол, он сообщает, что вот этот Юрий Всеволодович, это сын Всеволода, большое гнездо. То есть, именно тот, кто без штанов убегал от Мстислава Удатнова в 1216 году в битве на Липеце. Что он ответил, этот Юрий Всеволодович, что, мол, принимать, я не могу тебя охрестить, потому что ты должен принять веру римской церкви и подчиниться ее власти. Что это, выдумка вот этого католического монаха? Или действительно какие-то такие разговоры шли после падения Константинополя, которое произошло за 22 года до этого? И, возможно, действительно такие разговоры ходили, потому что есть свидетельства о них. Ну, мы это можем предполагать, скажем так. Но дело в том, что вот этот Юрий Всеволодович постоянно ходил на мордовские земли. То есть, мордва просила его их охрестить, а он им походами отвечал. И поэтому первое название реально существующее, которое в где-то приблизительно полдесятка различных источников, я назвал вот три только что, были еще Рашид Аддин, еще был Исофат Барбара тоже, это начало 15 века, они пишут о Мокселе. То есть, ну, можно сказать, что даже полдесятка источников, это, собственно говоря, не так мало для идентификации этой территории и названия территории. Следует сказать, что о Мокселе они пишут как гораздо большем государстве, чем современная Мокша. Потому что Мокша это один народ, который записывали раньше вместе в мордву, вместе с Эрзией, но которые, в принципе, имеют достаточно отличную культуру и язык. И, как мне говорил один Эрзианин, они Мокшу даже не очень понимают, не всегда понимают. Вот, поэтому из Мокши в результате ассимиляции, в результате превращения из этой Мокселе потери ими языка возникли в современной России. Но называть предков москвитов Мокселью это только-только часть правды. Потому что на самом деле Моксель это финно-угорский народ, издавна населявший львиную часть Залесья, значительно большую, как я уже сказал, чем ныне населяет Мокша, и который постепенно растворился в московитах. И если их сейчас 300 тысяч, то мы видим, что с каждой переписью финно-угорских народов центральной России становится меньше и меньше и меньше. А в реальности они заселяли чуть больше, наверное, или чуть ли не половину Залесья, около половины Залесья, вот этого ядра российского москвитского государства. И, соответственно, что это значит? Это значит, что Мокша была важной частью формирования россиян. Это видно даже по мокшанским песням. Если вы наберете мокшанские песни в Ютьюбе, вы увидите, насколько это все похоже. Она просто поют на другом языке, но реально это русское во всем, московитское во всем. То есть было очень большое влияние, собственно говоря, перетекание этой мокши, преобразование ее в результате ассимиляции в русских, переписывание их в русские. Но все же именно Меря издавна заселяла территорию Москвы. Это очень важно, потому что Москва это московиты, соответственно, которые вылезли наверх в этом всем, так сказать, супе из финно-укурских народов. В этом всем смеси огромной. Вот это Москва как прыщ вылезла наверх и, соответственно, насаживала свои возможности, получала другие, насаживать, распространяться на другие территории, на территории соседних финно-укурских племен и так далее. И вот, собственно говоря, поэтому в сущности вот это Мирянское княжество, Владимира Суздальское княжество во главе с Варяжско-Славянской княжеской династией это была основа Московии. Поэтому как оно называлось, мы не знаем. А Моксель это просто, ну скажем, название части территории Залисия. И вот в отличие от Мокши, Меря до 17 века, ну пускай до 18 века, полностью исчезла, постепенно назвавшись московитами. Мы знаем, что вот эти Мирянские станы, то есть фактически Мирянская автономия, автономии, автономные территории, которые существовали на территории Московии, на территории Залисия, они существовали с 15 века до конца 18 века, до времен Екатерины II. Последний Мирянский станы был ликвидирован при Екатерине II. Поэтому Россия предстала как результат конвергенции различных финно-угорских племен, но все-таки, ну вот правды ради, надо сказать, что наибольший вклад в образование россиян внесла именно Миря, которая начала славянизироваться уже практически в конце 11 века. Вот, ну, следует сказать, что в России не очень любили вспоминать, что предки россиян, вот это Моксель или Мокша, под предводительством своего князя Каназура Пуреш, вместе с ханом Батыей карабкались на стены Киева, опостошали Европу, штурмовали там и так далее. Вот, и я бы не сказал, что это очень мало, полдесятка документальных упоминаний о Мокше тех времен. То есть это, возможно, и мало, но для таких далеких, отдаленных от Европы территорий, это не так и мало. Что касается названия, происходит ли название Москвы, например, от слова Моксель. То есть это интересный очень вопрос, потому что у нас украинцы многие, так сказать, из-за этой похожести, схожести пытаются всех московитов, всех россиян называть Моксель. Это, ну, не совсем правильно, не совсем точно, скажем так. Но слова Моксель и Москва теоретически могут происходить от общего финского корня мозг, то есть влажный. То есть Москва, ну, как мы знаем, там есть множество финских гипотез, и коровий брод, и конопляная речка, и темная мутная вода. Вот, ну, вода, скорее всего, присутствует, потому что Москва и все вот эти с нова, протва, солва, силва, сосва, усьва, нева и так далее, это все ва, финская, по-фински вода. Поэтому было ли вот это слово мозг влажный или там темный, темный, влажный, ну и такое, и вот эти все слова, было ли в основе названия Моксели и Москвы, мы можем строить гипотезы, но, честно говоря, точно и однозначно, утверждать мы это не можем. Что мы можем утверждать? Это то, что первым местным названием Моксели, первым местным названием, извините, России, Залесье, Центральной России, было именно слово Моксель. И не нужно этого стесняться россиянам, не нужно этот народ маленький, который сохранился, несмотря на колоссальное давление ассимиляции, который просто был со всех сторон заассимилирован до предела, и тем не менее он до сих пор сохранился. Вот не надо от него, ну скажем, всячески россиянам отказываться, потому что это выглядит жалко, когда люди отказываются от своих предков, от своих корней. И вообще я считаю, что русские это люди, которые потеряли свои реальные корни и выдумали себе какой-то, ну какой-то такой бред и превратили такой бред в национальную идею, вместо того, чтобы посмотреть на себя настоящим. Поэтому русские россияне, знайте себя настоящих, свою Моксель, свою Эрзю и других своих предков, которые живут рядышком с вами, которых вы пытаетесь все переделать под себя, вместо того, чтобы их ассимилировать и делать с ними то, что делают хотя бы другие народы, которые живут рядом с финоуграми, ну например, там Саамы, в современной Финляндии, Норвегии, где их просто культивируют, где их всячески показывают, где эту культуру всячески поощряют, они просто делают из нее какое-то шоу для праздников. То есть отказ от себя настоящих, он вводит россиян просто в пустыню, просто в пустыне. Мне кажется, что это путь абсолютно никуда. Поэтому я, ну для россиян это их собственный выбор, отказываться от себя и быть Иванами, не помнящими финского родства. Но для этих народов, мне кажется, что им необходимо себя возвращать, для всех народов России, себя возвращать, себя помнить, себя сохранять, потому что я уверен, что скоро у них появится очень хороший шанс вернуться в разных возможностях и в разных государственных образованиях в состав человечества. Будьте здоровы и слава Украине! Украина всех не просто победит, но освободит. Слава Украине!